Всем привет! Меня зовут Борис Шельдман, я основатель сообщества Стартап Виза Испания. И сейчас идет прямая трансляция нашей предстоящей первой онлайн-встречи участников сообщества. Пока все подключаются, я хочу вам кратко рассказать, откуда вообще появилась такая идея. Итак, идея возникла, собственно, из того, что каждый месяц я организовываю оффлайн-встречи участников стартап-сообщества. Прошло уже полтора года, видимо, было как минимум 15 встреч, а скорее всего 18, может быть 20. Я их не считаю, и также я не считаю, какое количество участников принимали в этом участие. Главная цель – это объединить стартаперов, которые переехали в Испанию. Кстати, не только стартаперов, но и цифровых кочевников. С прошлого года они присоединились к нашей дружной компании. Но даже не так. Встречи все проходят в классной дружеской обстановке. Я познакомился с огромным количеством интересных, образованных, интеллигентных людей, предприимчивых, которые переехали в Испанию и либо уже начинают, либо скоро начнут свой бизнес. Но мы столкнулись с тем, что не все люди могут приехать в Валенсию, а именно в этом городе чаще всего я провожу такие встречи, хотя были встречи и в Барселоне, и в Аликанте. И поэтому появилась мысль организовать онлайн-встречу, которая сможет решить вот эту вот проблему с расстояниями. И на этой встрече будут участвовать люди совершенно из разных городов Испании. Сейчас я всех желающих запущу на нашу встречу. Сейчас пробьют мои домашние куранты, все закончилось. Итак, я приглашаю гостей. Так, подключаются, ждем. Так, вижу Данила. Было больше участников, когда я нажал кнопочку «Зайти». Собственно, пока подключаются участники, можно расположиться поудобнее. Да, вот подключилась Ольга. Я сейчас напомню всем, что у нас проходит эта встреча. Добрый вечер, Данил. Так, давайте еще одну минуту мы посвятим организационным вопросам. Кстати, хочу отметить, что в Испании абсолютно нормальная история, когда люди опаздывают. По крайней мере, на последней встрече в Валенсии многие участники пришли через полчаса и даже через час. Это не так важно. Самое главное, что люди смогли найти время и прийти. Сейчас я кидаю напоминалку. Я кинул клич. Так, вот тут к нам Иван Иванов подключается. Мне всегда интересно, насколько это реально, имя и фамилия. Но я предлагаю как раз и начать со знакомства. Предлагаю начать с того, чтобы вы либо голосом, либо в чате написали, из каких вы городов. Я сразу скажу, что я из Валенсии. Точнее, из пригорода Валенсии. Я живу в городе Порт-Сагунта. Это достаточно развитый и промышленный центр. Сейчас в нашем городе живут 73 тысячи человек. И буквально недавно я прочитал новость о том, что за последний год на 3 тысячи человек увеличилось русскоязычное население нашего города. Это существенно. Да, вот к нам подключился Дмитрий. Мы сейчас знакомимся и указываем, кто из какого города. Вот только пока из Санкт-Петербурга. Я так понимаю, Ольга, что вы пока еще не переехали в Испанию. Да, Ольга только планирует. Это тоже неплохо. Все, кто подключился, пожалуйста, помогите мне. Напишите в чате, телеголосом скажите, в каком вы сейчас городе. Если здесь тот, кто уже живет в Испании, если да, то в каком городе? Мне кажется, что... Я даже не знаю, как это правильно читается. Купио Зоро подает условный знак. Это читается Купио, это латинское название «Лисы». Я из Тривьехи. Ну, сейчас Тривьехи. Да, Данил, вы из какого города? Да. Данил из Москвы. Так, получается, что пока только мы с Дмитрием... А, нет, 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 я забыл. Извините, а Купио Зоро, как вам можно по имени обращаться? Дарья. Дарья, очень приятно. У нас пока получается, что три человека живут в Испании, и два человека пока еще не переехали. У нас дружеская встреча. У нас не вебинар, у нас не воркшоп. То есть я не планирую что-либо рассказывать, но в то же время я готов делиться своим опытом, потому что я знаю, что многие люди сталкиваются с многими бытовыми проблемами, когда переезжают в Испанию. Начиная с того, как снять квартиру, и заканчивая, в каком магазине продукты дешевле. Поэтому очень интересно было бы услышать мнение Ольги, даже не мнение, вопросы Ольги и Данила, что их волнует в первую очередь, а, соответственно, все остальные попробуют поделиться с вами опытом и ответить на эти вопросы. Если сложно, Ольга, я могу вам пока задать вопрос, в какой город вы планируете переехать? Данил, к вам тот же вопрос. Если вы можете, то, пожалуйста, ответьте. Здравствуйте, Борис. Интересует, на самом деле, в целом пока Испания мыслью касательно как конкретно какого города. Второй раз на вашем стриме нахожусь, честно скажу. Часто вы рекламируете Валенсию. Хотелось бы, чтобы вы побольше рассказали про Валенсию. Какая привилегия Валенсии по сравнению с другими городами Испании? Я отвечу на вопрос, но я бы дал возможность, например, Дмитрию вначале ответить, потому что он, я знаю, тоже живет в городе Порт-Сакунта. Дмитрий, как ты считаешь, почему стоит рекомендовать людям выбирать Валенсию и соседние города? Добрый вечер, Борис. Добрый вечер, всех собравшиеся. Да, я тоже живу в одном городе с Борисом, в городе Порт-Сакунта. Это в 25 километрах к северу от Валенсии. Почему Валенсия? Ну, мне кажется, Валенсия – это как бы лучший город Испании. Почему? Ну, для начала здесь огромное количество зелени. Да, коллеги, извините. Меня наш один подписчик на YouTube-канале попросил, чтобы мы записали все, что мы скажем. Поэтому, Дмитрий, специально для нашего подписчика давай я еще раз повторю вопрос. Почему Валенсия? Почему стоит выбрать город Валенсию для жизни? Ну, потому что, я думаю, Валенсия, потому что там очень много, во-первых, зелени. Мне это как человеку, жившему в промышленном городе России, очень важно. То есть очень чистый, такой вот, очень зеленый город. То есть парки буквально на каждом углу такие чистые. Во-вторых, прекрасная инфраструктура. Ну, то есть там ходят и автобусы, и метро. Вот, то есть вот вообще, я не знаю, ни разу за два года не заметил там момента, что сложно куда-то добраться или, не знаю, неудобно или дорого. То есть все это продумано, на мой взгляд. Во-вторых, там очень много как бы школ на любой вкус. Ну, то есть там государственные, муниципальные школы, там частные, получастные. То есть на любой, на любой запрос там есть свои школы. Во-вторых, там есть, ну, естественно, свои университеты. Ну, не могу сказать про их качество, да, но они есть и, по крайней мере, внушают, ну, доверие мне, во всяком случае. Во-вторых, ну, в конце концов, из Валенсии, там, неважно, в Барселону, в Мадрид, там можно добраться где-то ну, за 2-3 часа в целом, то есть там на поезде, на машине. Ну, нет, в Барселону там, конечно, дольше, но в Мадрид точно можно добраться. То есть очень удобно, да, но, думаю, не случайно Валенсию признали там в прошлом году точно лучшим городом для экспатов. Ну, потому что действительно все создано для жизни и местное население крайне, ну, как бы дружелюбно, да, что-то тепло относится к приезжим и всячески, ну, помогают прекрасные сообщества и русское сообщество, и местные тоже. То есть все так очень, не знаю, как сказать, мило, что ли, да, очень так здорово, что ли, да, вот что есть такое место, как Валенсия, и мне здесь нравится. И я всем советую приезжать именно сюда, потому что здесь, ну, классно жить, как бы и одному, и с семьей, и, в общем, и цены вдобавок еще и ниже, чем в Барселоне, и в Мадриде примерно раза в два. Скажите, пожалуйста, таков. Хотел немножко добавить совершенно, Данил, и потом верну вам микрофон. Я хотел сказать, что мне кажется, что любой человек, который приезжает в Валенсию и гуляет по ее центру, тот сразу понимает, насколько это красивый, уютный город. И в то же время, когда вы зайдете в город наук, там совершенно удивительная архитектура, там здания построены, одно здание меня поражает каждый раз, когда я мимо прохожу или проезжаю, в форме римского шлема. Очень красиво, там под ним сделали небольшие водоемы, там так красиво, что просто дух захватывает. Я в Барселоне такого не видел. И вот неделю назад, или, может, 10 дней назад, ко мне приезжал участник нашего сообщества из Барселоны, он до этого не был в Валенсии, он приехал, погулял, говорит, Борис, слушай, ну вот действительно Валенсия, она великолепна. Барселона, она более активна, там очень много приехавших. Валенсия – это по-прежнему пока домашний, уютный город, но при этом динамично развивающийся. То есть ему дается вот так вот мягко перестраиваться на современный лад. На современный лад. Даниил, ваш микрофон, пожалуйста. Спасибо. Да, я понял. Меня еще такой вопрос интересует. Что у вас со здравоохранением? Хотелось бы, конечно, не только плюсы услышать от проживающих уже в Испании, но в том числе и минусы. То есть, наверное, как вы заметили, что вы заметили, какие есть проблемы здравоохранения. Вот. Дарья, хотел бы вам дать возможность ответить. Сталкивались ли вы с какими-то проблемами? Это вопрос ко всем? Нет-нет, сейчас это вопрос к вам, Дарья. А ко мне? А я что-то... Ну, вообще, ко всем, кто проживает в Испании, желательно, конечно, хотелось бы тоже... С проблемами, да, есть проблемы снять жилье бюджетно, потому что... Нет-нет, сейчас, извините, вопрос был про медицину. Про медицину. А, про медицину. О, про медицину, прекрасно. Мы тут с ребенком как раз болели в течение двух месяцев подряд. Есть, значит, если нет испанского номера, а есть, допустим, номер другой страны Евросоюза, они не хотят на него звонить, но могут. У меня просто он был оплаченный, и не хотелось платить за два номера, то есть они не хотят звонить. Скорая к нам приехала один раз, потому что я сказала, что я себя плохо чувствую, не могу сесть за руль. Ну, не могу. Все остальные разы, даже ребенка с температурой 40 с половиной, я возила самостоятельно в больницу, на машине. Вот, даже с разными, там, кровь течет из ушей, буквально, да, все равно сам садишься и едешь. Они не приедут. Что еще? Страховку получить очень легко государственную. Я не знаю, они как-то без проблем дали. Но у меня, опять же, есть резиденция другой страны Евросоюза, испанской пока нету. И у меня есть государственная страховка другой страны Евросоюза. Как-то они спокойно сделали. Но надо за ними внимательно следить. Они сделали ошибку в моем имени. То есть они очень так расслаблены в этом плане, ребята. То есть если это будут какие-нибудь серьезные рецепты на серьезные лекарства, могут возникнуть проблемы, потому что у вас будет разница в документах. Что еще по медицине? Очереди не такие уж ужасные. Мы больше, чем час не сидели. Но, опять же, Тревьеха – маленький город. То есть это правда маленький город. Я жила в городе на 400 тысяч жителей. Там мы сидели с ребенком ночью часа три. И это при том, что там было меньше людей. А здесь они быстрее ночью проворачивают людей. Даже не знаю, что еще сказать. Я пока не поняла... Насколько легко вам было записаться к врачу? То есть вы самостоятельно в клинику ездили? Я пока не записывалась. Я ездила в местную как бы поликлинику, которая просто спасает прямо вот здесь и сейчас. То есть у тебя температура, тебе плохо. Они тебе выписывают там и бупрофинчик, антибиотик. Кстати, антибиотики они спокойно выписывают, даже лишние. То есть я последний курс антибиотиков ребенку не давала, потому что не было признаков воспаления. Они просто... Есть дырки в барабанных перепонках, вот вам антибиотик. То есть как бы вот иногда нужно как бы что-то такое. Плюс о том, что нужно иметь своего семейного врача. Я узнала уже там через два месяца. То есть я пока не знаю, как его сделать. То есть они сказали, идите там на стойку регистрации, чего-то там. То есть это как-то тоже непросто. Это врачи говорят по-английски. Говорят. На стойке регистрации, по-моему, тоже говорят по-английски. Но вообще-то Ревьеха странный город. Здесь многие говорят по-английски. Но в принципе в Испании намного больше говорят по-английски, чем в Германии. То есть я не говорю про Берлин, но любая другая страна, любой другой город Германии английского вы не встретите. Они просто не умеют. А испанцы, в общем, говорят. Надо с ними начать говорить по-испански. И потом понимаешь, что они могут говорить по-английски. И они начинают помогать. То есть вот этот уровень. В аптеках говорят по-английски. Если нужна помощь, они помогут. Так в целом спокойно. Врачи вроде хорошие. Я так вот не заметила, чтобы было какое-то халатное отношение или плохое отношение, или они там торопились куда-то. Нет. Все очень спокойно. Вот про медицину. Вот то, что я могу сказать. Рецептурные препараты. Один мне перезачли по старому рецепту. На один выписали новый рецепт. Вот все, что я пока знаю. И, к сожалению, нету дигитальной системы. Либо я о ней пока не знаю. Чтобы купить еще одну упаковку или сделать еще один рецепт. То есть там, где я жила раньше, там просто звонишь на регистратору. Там можно и не звонить. Я просто не понимаю язык той страны, в которой я жила. Там сложно. Поэтому там можно и с компа зайти в свою систему здравоохранения и там заказать новые рецепты. На лекарства, которыми пользуешься постоянно. Потому что бывают лекарства, которые прописываются на многие годы. Их надо каждый раз подтверждать и просить рецепт. Здесь, я так поняла, нужно каждый раз ходить ко врачу. Это, конечно, проблема. Потому что вот то, что мне прописали, там четыре штучки в упаковке. Они уже закончились. За ними надо идти снова. То есть вот это беда. Давайте я своим опытом поделюсь. Если вы рассказали все, что хотели по этому поводу. Вот у меня было достаточно мало обращений. У меня государственный СИП, потому что я зарегистрирован как аутонома. У моей семьи тоже бесплатный СИП. И, собственно, мы обращались в госпиталь. Только два раза. И у каждого из ребенков была травма ноги. Вот. Мы просто туда приезжали. Нас приняли. Мы показали наш СИП. Все. Мы посидели. После этого достаточно оперативно нам назначили рентген. Рентген сделали. Сразу попал к врачу. Еще через полчаса где-то мы попали уже к травматологу. Они все там, все забинтовали. Написали все, что нам нужно делать. И, собственно, все, мы пошли. Ну, то есть посещение заняло там, не знаю, часа полтора, наверное. При том, что ожидать достаточно комфортно. Я не знаю, может быть, в нашем... Может быть, только в нашем городе госпиталь достаточно свежий, новый. Но в целом мне даже понравилось там сидеть. В целом там комфортно. Просторно. Там нет какой-то, не знаю, гнетущей атмосферы, что ли, что ты в больницу попал. Медбратья, медсестры там очень радушные. Это то, что я увидел. Моему ребенку выдали даже коляску. И при этом медбрат его довозил. То есть ребенок получил спортивную травму ноги. Вот. И его даже довезли до машины. Вот. Подождали, открыли дверь, усадили. Ну, мне кажется, именно так и должна работать медицина. Поэтому в целом я могу сказать, что если сравнивать медицину на бытовом уровне, она в Испании точно гораздо лучше. Если нужно попасть к какому-то узкоспециализированному специалисту, то лучше иметь частную страховку. Вы просто быстрее к нему попадете. Это не значит, что здесь плохие врачи бесплатные. Просто вы будете дольше ждать свою очередь. Вот я недавно ходил к одному платному врачу. Заплатил за консультацию 80 евро. Все, мне приняли. Красота. Все мне рассказали. Она и английский знает. То, что даже я не знал на английском, она через перевозчик мне перевела. Все понятно. Все. Выписала рецепты. Сходил. В аптеке заказал. Вечером все лекарства были рядом с домом. Собрал. Ну, в целом лекарства стоят тоже адекватных денег. Особенно по рецепту. Там какие-то сумасшедшие скидки. И более того, тебе еще выписывают фактуру, чтобы ты мог лекарство учесть в расходах. Ну, прям красота. Это если у вас частная страховка, вам фактуру выписывают, да? Нет. Ну, я платно ходил на прием. Вот. И мне выписали фактуру, да. Это каждый раз такое, да? То есть, если у вас есть аутономы или есть ESL, то вам могут выписать вот такую. Да, конечно. И это будет идти за счет компании, получается? То есть, вы можете это с дивидендов списать, да? Или с чего-то я... Ну, с прибыль. С прибыль. С прибыль, да. С прибыль, да. С прибыль, да. То есть, я покажу это как расходы. И, соответственно, я заплачу меньше налогов. Это здорово. Я и расходы на очки также списал. То есть, я себе заказывал очки, мне выписали фактуру. Но мне же нужны очки для работы. Нужны все, это расходы. В этом смысле очень здорово и очень классно. Но это если вы аутонома, а не ESL, правильно? Ну, ESL точно все то же самое работает. Потому что ESL – это, по сути, другое юрлицо. То есть, получается, что вы конкретно не являетесь ESL. Смотрите, ну, расходы ESL попадают в все то, что соответствует виду деятельности этой компании. Вот. Ну, я не знаю, может быть, очки не спишешь, но зато спишут гораздо более крупные вещи. То есть, можно даже, допустим, техосмотра автомобиля, на котором непосредственно ты ездишь, чтобы осуществлять свою деятельность, там, ввозишь материал. Смотрите, тут с автомобилем там сложно. То есть, расходы на топливо лучше не показывать. Вот. И, не знаю, по обслуживанию тоже. То есть, нужно, чтобы у вас был вид деятельности, для которого передвижение на автомобиле прямо необходимо. Ну, соответственно, если вы работаете на автомобиле, тогда да. А если это вот автомобиль, скажем, не является необходимым, то вы расходы на него тоже не спишете. Поняла. А еще очень важный вопрос вот по поводу ESL. Я в чате уже задала, пока не получила ответа или не вижу. Могу ли я открыть сразу после получения ВНЖ по стартапу ESL, а не Autonom? Конечно, можете. Супер. Нет никаких ограничений. Это вы сами выбираете, что вам открывать. Просто процесс открытия ESL, он немного более долгий, немного более сложный и более дорогой. А там нужно платить пошлину, правильно? За его отработки? Да, нужно будет платить пошлину, нужно будет платить нотариусу за услуги, вам нужно будет открывать счет в банке, возможно, с вас за это тоже возьмут. Если вам нужно будет поиск свободного имени, за это тоже могут взять определенную денежку. Ну, то есть это как бы более дорогое удовольствие. А Autonom, это легко и просто регистрируется за 3 дня. Ну, просто идея в том, что если что-то пойдет не так, то не хотелось бы потерять автомобиль. Поэтому я переживаю и не хочу открывать ИП. У меня в России было ИП, и я очень нервничала по его поводу, что что-нибудь пойдет не так, и придется... Ну, как бы они придут и начнут арестовывать мой автомобиль, без которого я не могу перемещаться фактически. То есть как бы... Ну, у Autonom, конечно, есть такой риск, понятно, что он отвечает всем своим имуществом. Ну, поэтому нужно решать самому, что лучше. То есть если у вас не будет каких-то больших оборотов, то мне кажется, что лучше Autonom. Как бы там риски не такие большие, там больших штрафов у вас не может быть при небольших оборотах, и поэтому риска для автомобиля тоже не будет. А если вы прямо серьезный бизнес запускаете, то тогда, конечно, цель. У меня просто уже открыто... В другой стране Евросоюза уже открыто типа ООО. Вот. И вот я это сделала именно потому, что хотела отделить себя от компаний. И это на самом деле очень удобно. Это удобно. То есть ко мне нет никаких претензий, если вдруг у компании какие-то там вопросы, то разговор идет с компанией, а не со мной, то есть меня не арестовывают имущество или что-то в этом роде. Вот у нее есть уставной капитал, вот она в рамках этого уставного капитала отвечает по своим там обязательствам. Кажется, решает сам. Но опять же, в Испании тут есть особенность, что для того, чтобы зарегистрировать ОСЛ, должен быть администратор этого ООО. А администратором чаще всего становится фаундер, и для этого фаундеру нужно все равно открыть Аутонома. Поэтому особо далеко вы никуда не уйдете. Все поняла. Другое дело, что в оборотах все будут идти через ОСЛ, поэтому ответственность вы нести не будете за то, что происходит в ОСЛ. Но Аутонома все равно придется открывать. И платить за 2А. Наверное, все-таки они будут как-то вычитаться. Они в сумме будут считаться. Вот, там немножко по-другому. Но платить точно больше нужно, чем за Аутоном. Все поняла. Там-то я себе вопрос на работу взяла. Мы плавно перешли отвечать уже на другой вопрос. Хотел узнать, планируете, планируете, да, извините. После переезда в Испанию, Данил, Ольга, планируете ли вы открывать бизнес? Думали ли вы, какой тип юрлица вы хотите зарегистрировать? Наверное, я отвечу. Мы сейчас делаем стартап, поэтому вопросы по медицине возникают, поскольку стартап связан с цифровой медициной. И, соответственно, хотелось бы больше узнать о рынке услуг медицинских в Испании. Вот, какой вид открывать деятельности, пока сложно сказать. Поэтому я и прихожу на ваш стрим, чтобы понять, что же все-таки лучше на первом этапе. И уже там... Дальше принимать решение. Вот, знаете что, можно я вас верну обратно к медицине? У меня тут один вопрос. Вы получали у врачей выписки на руки в бумажном виде? Ни в каком электронном виде там, нигде вы это не можете посмотреть? Я получал в бумажном виде. У них прямо бланки есть, они их от руки заполняют. И я с ними иду. Вот. Ну вот, у меня когда была частная страховка, я обращался в частную клинику, они историю болезни ведут в электронном виде, но в чем я не знаю. Но при этом предложение там, допустим, личного кабинета и получения уже выписки в электронном виде не поступало, да? Нет, такого не было. Спасибо. Ну, может, у коллег есть какой-то такой опыт? Я видела, что вызовы, вот, когда подходишь к регистрации, говоришь, какая у тебя проблема, и потом приходишь к врачу, у него вот этот список клиентов, следующих пациентов, он у него в электронном виде, и он на бумажке, ну, то есть он там заполняет, собственно, это все на компьютере и распечатывает все рецепты, описание болезней и всего вот этого вот. Если вы хотите полностью дигитальность, Эстония, там вообще одна бумажка, наверное, за четыре года появится, и то, если вы будете разводиться. Спасибо. То есть там нет бумажек? В принципе, нет. Вот, все ведется, любые дела, любые обращения в полицию, суды, все идет электронно, то есть это прям очень хорошо организовано, все обращения ко врачам, вот я говорю, там можно позвонить по телефону, если ты плохо понимаешь их язык, вот, но при этом на сайте есть все, вся твоя история болезни, то есть в личном кабинете, ты можешь назначить, кому что можно видеть, каким врачам что можно видеть, кому нельзя видеть. Ты можешь, например, какой-то свой диагноз просто закрыть от всех и вообще его не показывать. все рецепты, все видно, сколько этих рецептов, сколько можно выкупить, где можно выкупить, с какими скидками эти лекарства, там написано все, и это реально удобно. Фирмой можно управлять полностью удаленно, я полностью удаленно управляю своей фирмой. Вот все оплата налогов, подача, как она называется, ТСЛ, вот эта вот месячная, ежемесячная налоговая декларация, годовая декларация налогов, все подается электронно, абсолютно. Плюс бухгалтер может тоже находиться там в третьей стране, и ему даешь доступ, у него должна быть резиденция эстонская, естественно, ему даешь доступ, и он может подключиться, и вместе можно сидеть, даже просто вместе параллельно, можно сидеть и там править одновременно. То есть вот в этом плане, если у вас вот как раз вот такие технологии Эстонии, ну с погодой там, конечно, ну да. Ну, коллеги, давайте не будем про Эстонию, мы все-таки про Испанию. Да, вот я хотела спросить вас, как вы считаете, нужна Испания цифровая медицина, или это, ну так, путь никуда. Это очень удобно. Путь никуда для кого-то, для Испании? Нет, для проекта. По-моему, Дарья хотела что-то сказать. Я просто говорю, что это очень удобно. Мне еще довелось пожить полгода в Германии, и там все на бумажках, все ногами, все пешком, все там по телефону записаться хоть как-то по-другому ты не можешь, не зная немецкого, ты ничего не можешь. И это очень тяжело. Это действительно ужасно тяжело, когда все вот, вот эта бюрократия и папки вот так вот бумагами растут, пухтут. Это неудобно, они теряются, ты где-то, кто-то у тебя забрал оригинал, не отдал, ты без бумажки, и это просто космос. Нет, дигитальность, это реально удобно. Но есть обратная сторона, прозрачности. С испанским обстоятельством, насколько сложно вот вам, как людям, которые уже живут в Испании, изучение языка? Я его не учу, я на нем говорю. Отлично. Очень не знаю, подбирая слова, но я просто говорю, мы когда сюда приехали, я с диким трудом вспомнила то, что я пять лет назад учила, и я просто пользуюсь. Постепенно, потихонечку, просто главное не бояться, все. Вообще, они очень спокойно, они никуда не торопятся, они слушают. Никаких проблем. Спасибо вам, Дарья. Спасибо. Не за что. У вас есть какой-то другой запас? Вы на каком языке еще говорите, кроме испанского? Кто задавал вопрос? Я говорю. Кто задавал вопрос? Просто я могу по своему опыту сказать. Есть... Ну, я живу в Барселоне, есть английский, его, в принципе, хватает. Есть муниципальные курсы, 10 евро стоит полгода, там, два раза в неделю, по три часа заниматься. Сейчас я вот с экзамена иду, на второй, на B2, получается, нет, на A2, получается, я перехожу. Ну вот, но уже можно что-то объяснить, заказать и что-то проговорить, то есть это больше практика такая. Наверное, от этого зависит. То есть язык, ну, так бы, наверное, прилип. Я поняла, Алекс, вы у меня спрашивали, да, про второй язык. Да, ну, просто бытует мнение, что в Испании народ плохо говорит по-английски и хотят, чтобы с ними говорили по-испански, поэтому все-таки меня интересует язык местный. Ну, я вас поняла, спасибо вам. Да, зависит, наверное, от города, где будете, где планируете поселиться, так скажем. Если какая-то, наверное, небольшая деревня или какой-то небольшой город, наверное, там это критично. В Барселоне английский. Да, супер. Сверху, да. Отлично, спасибо. Я тоже могу добавить, смотрите, испанцы, как правило, они понимают английский. То есть они могут сказать, что они не говорят на английском, но я много раз проверял, когда мне человек говорил о том, что нет, я не говорю на английском, я начинаю ему объяснять на английском, он все равно все понимает, потому что очень многие испанские и английские слова совпадают. Вот. И кроме того, он же понимает, по какому поводу ты к нему вообще подошел. Вот. И, соответственно, вот так худо-бедно все равно можно объясниться. В крупных городах людей, которые говорят на английском языке, их больше, чем в малых. Но я так скажу, что выучить какой-то бытовой язык, это не так сложно. То есть понятно, что вы через месяц не заговорите на испанском, но простые слова, условно, через два месяца вы точно сможете использовать. В магазине вообще нет никаких проблем. Вы можете в любой момент... То есть если у вас есть деньги, вас поймут в любом случае. Вот. А если у вас какой-то важный бытовой вопрос, условно, нужно детей устроить в школу, сходить в поликлинику, то здесь есть два варианта. Либо искать человека, который может вам помочь сходить с вами, либо пользоваться Google-переводчиком. Другого варианта тут нет. Худо-бедно, вы все равно поймете. Испанцы спокойно к этому относятся. И на первых порах вы решите эту проблему. Спасибо. Может быть, еще кто-то хочет поделиться своим опытом? Я скажу, что есть такое... Я напишу в чат сейчас. Есть такой сайт, он называется Айчебник. Айчебник. По-моему, .ру или не ру, я не помню, заведете Айчебник, он вылезет. Это именно сайт конкретно для изучения испанского языка. Он платный, но он не очень дорогой. И там действительно крутая программа, и там сидят живые преподаватели, которые... То есть это не как вот эти вот приложения, в которых ты там тыкаешь, как этот... Там нормальная программа, там нормальный курс. И он заставляет говорить, слушать, читать, писать, и много разных... Можно себя экзаменовать. Я там... Я получила там сертификатик на А1. Вот в этом вот Айчебнике начала немножко А2. То есть он не очень сложный, и он очень здорово разбит. И там действительно классный преподаватель. То есть там можно отправлять свою домашнюю работу, и живой человек тебе пишет в чат. Тут у тебя ошибочка, тут... Вот тут ты хорошо буковку Д говоришь, а вот здесь вот плохо, а вот тут вот надо вот так. Просто старайтесь вот там так и сяк там произносить. Там действительно классно объяснено. Вот мне очень понравилось. Я пробовала заниматься с частным преподавателем, эффект намного хуже. Ну вот это просто мой опыт вот из того, что есть. Вот Айчебник мне понравился, но он платный, да. Там на какие-то пару уроков можно пройти бесплатно, а дальше... Да, спасибо. Я тоже пробовал индивидуально заниматься с учителями. Это не очень подходит, потому что если человек русскоговорящий, ты все равно слышишь неиспанскую речь, и потом тебе все равно тяжелее общаться с испанцами. А если ты начинаешь вообще учиться... У меня был опыт, меня начинала обучать кубинка. У нее испанский другой. То есть на начальном уровне это может быть и достаточно, но все равно испанский другой. Вот я с ней не так долго позанимался, а сейчас я хожу на оффлайн-курсы, которые есть в нашем городе. Я про это уже рассказывал. Они называются EOI, SQL, идиома. Не помню, как это точно звучит. Может, мне кто-то подскажет. SQL, официна де идиома. Мне кажется, это так называется. Официальная школа языков. Так вот, и там совершенно замечательное занятие два раза в неделю. Стоит каких-то смешных денег около 120 евро в год. Еще раз говорю, два занятия в неделю по полтора часа. Да, учителя бывают разные. Бывают слабые, бывают посильнее. Я одновременно учу испанский и английский. Вот. Сдавал пробу уровня. По английскому я сдал экзамен. Перешел на B2. На испанском я сдал пробу уровня. Пошел учиться на A2. Мне учитель не понравился. Я перешел на A1 ниже, но к более сильному учителю. Вот. Я решил, что мне спешить некуда. Я лучше начну сначала. Вот. И сейчас у меня идет определенный прогресс. По крайней мере, на бытовом уровне я общаюсь. Почему так долго? Потому что у меня не было времени учить. Я бы, по сути, начал учить только вот ну не сентября, там с июля прошлого года. И то не интенсивно совершенно, потому что есть работа, есть семья. И кроме того, был еще увлекательный процесс сдачи на водительские права. Расскажите. Интересно. О, слушайте, я это пережил. Мне кажется, это добавило седых волос на моей голове. Их уже много. Так вот, у меня процесс был очень долгий. Я шел своим собственным путем. Никого не слушал. Я взял онлайн-курс. Есть такая школа Costa Drive. У нее много филиалов по Испании. Она русскоговорящая школа. То есть, можно ходить на оффлайн-занятия. Я взял себе онлайн-курс. И, собственно, что это все представляют? Они присылают учебник реальный домой. И плюс дают доступ к тестам. И доступ к чату с инструкторами. И все. И ты сидишь и решаешь, 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 решаешь. Изучаешь книжку. Потом платишь пошлину, по-моему, 120 евро. И тебе назначают дату экзамена в ДГТ. Все. Ты приходишь. 30 вопросов. Максимум 3 ошибки допускаются. И, соответственно, если не сдал, то идешь, второй раз сдаешь, записываешься. Если второй раз не сдал, опять платишь 120 евро и повторяешь это упражнение. То есть, неважно, какой у вас был опыт, вопросы с подковыркой и добавляет драйва то, что даже если ты все билеты прорешал, и у тебя уже даже неплохой процент, на экзамене тебе всегда попадется 3-4-5 вопросов, с которыми ты не сталкивался. То есть, они из собственной базы там нагенерили. И если ты не очень хорошо знаешь язык, там есть 2 варианта, точнее, вариантов больше, но для нас представляет интерес 2 варианта. Это на испанском и на английском. Про мой опыт я расскажу. То, что я начинал учить на испанском, я благополучно 3 раза не сдал. После этого я понял, что я так могу долго развлекаться и пошел учить на английском с самого начала. А оказалось, что на английском вопросов все-таки меньше. Когда я пошел учить, мой английский был ниже уровнем. И я по ходу ходил учил английский и отвечал на эти вопросы. Но с четвертой попытки я тоже не сдал, потому что я по-прежнему считал, что просто не повезло, в следующий раз уже повезет, я же умею ездить, я знаю правила. Вот когда я осознал, что нужно прямо вчитываться в каждое слово, нужно скрупулезно решать все билеты, читать дополнительные материалы по разным темам. Вот когда я это понял, я опять не сдал. Честно, у меня было четыре ошибки. У меня уже появилась злость и спортивный интерес. Я пошел еще учить, мне кажется, в такие дебри залез, куда не стоит даже заходить. И в итоге в своей последней попытке я с одной ошибкой сдал все-таки. Вот, процесс был очень долгий. Потом я два с половиной месяца ждал, когда мне назначат просто практику. То есть машин нет. Как я потом узнал, как я потом узнал, что тебе дают машину только тогда, когда кто-то сдал экзамен. Если кто-то не сдает, то он имеет приоритет в следующей сдаче на права. И, соответственно, вот ты сидишь и ждешь. И, кстати, в среднем испанцы сдают только с третьей, четвертой попытки. Поэтому очередь двигается очень-очень медленно. И, кроме того, каждой автошколе выдаются квоты. Если процент сдающих с первого раза высокий, то, соответственно, дают больше вот этих вот квот для сдающих. А если плохо сдают, то квот дают меньше. И, соответственно, получается узкое горлышко. Мало того, что квот меньше, так еще и как бы издач у них мало. И, соответственно, пробиться это достаточно тяжело. В общем, я два с половиной месяца ждал. После этого я взял шесть сдвоенных занятий. Каждое стоило по 62 евро. В итоге мне назначили экзамен. За экзамен я заплатил еще 40 евро. И, честно, на тоненького с первой попытки сдал. Мне насчитали семь небольших ошибок некритичных. То есть там обращают внимание вообще на все. Там нажимаешь ли ты сцепление, если ты ездишь на механике, как ты держишь руль, как ты смотришь в зеркала, когда смотришь в зеркала. И если вдруг одна фаталь, ну, какая-то серьезная ошибка, то все, не сдал. Тут без вопросов. И после того, как результат, точнее, по практике приходит на следующий день после 11 утра, и если ты сдал, то можешь нажать кнопочку и сразу скачиваются временные права. Это такой сертификат. И потом, в течение еще трех месяцев, ты ждешь, когда тебе пришлют уже торхету. Вот я с прошлой недели, с прошлого понедельника уже начал ждать свою торхету. Я знаю, что Дмитрий тоже сдавал на права теорию. Дмитрий, можешь поделиться своим опытом, если хочешь. Ну да, я сдавал также на права, к счастью, сдал уже. Сдавал на испанском, сдал с четвертой попытки. Вот. Ну, мое мнение, что количество попыток зависит даже не то, чтобы от вашего опыта, зависит от автошколы, на какой платформе вы тренируетесь и насколько интенсивно. Если бы я сразу знал все эти нюансы, я думаю, что я бы сдал как минимум все-таки со второй, может быть, даже с первой. У меня каждый раз было четыре ошибки, то есть, независимо от моего уровня подготовки, четыре ошибки. Первый раз, второй, третий. В четвертый раз я решил, что надо бы как-то получить три, и получил три ошибки, этого вполне достаточно. Вот. Поэтому как бы сдать абсолютно реально, просто нужно готовиться по тем платформам, по которым появляются билеты. скажем так. Как только я вот это понял, у меня сразу получилось знать. Готовиться по тем платформам, которые вам дают, ну, скажем так, для тренировки только, да, билеты на экзамены будут совершенно другие. Поэтому нужно, как, да, испанцы, логика у них чуть другая. Если в России нужно знать вопросы, которые будут, чтобы на них ответить, а в Испании нужно знать правила, чтобы сориентироваться по любой ситуации. Вот в этом целостная разница. Поэтому нужно учить правила, а не вопросы. Причем учить не в теории, то есть вам будут давать реальные кейсы, то есть не то, что кто, не так, как в России, там, кто поедет первым, хотя такие вопросы тоже там бывают. Там вопросы, по какой стороне дороги может идти пешеход, должны ли пешеходы в темное время суток за городом одевать жилеты. Могут ли жилеты лежать на солнце, например. Например, есть носка, что их там держать нельзя, чтобы они не потеряли цвет. Вот. Там про мотоциклистов начинается, можно ли ездить в сандалиях, нужно ли там шлем с вентиляцией. То есть вопросов просто миллион, они очень мелкие такие, и в повседневной жизни ответы на эти вопросы вообще не нужны просто. Но наедами они все нужны. Хочу поделиться с вами вопросом, который был у меня в билете, вот теперь как это, вечно буду думать над ним, какой ответ правильный, потому что я его так и не знаю. Итак, вы планируете опогнать легковой автомобиль, но в этот момент по встречке едут велосипедисты, два велосипедиста едут. Можно ли совершить обгон с выездом на встречную полосу? И варианты ответов, соответственно, нельзя. Можно, если велосипедисты едут как бы не по проезжей части, а по обочине. И можно, но только если вы сами обгоняете не легковой автомобиль, а там какой-то двухколесный транспорт. Все, голосуем в чате, пожалуйста, пишите ваши варианты. Начните подготовку к сдаче вот с этого вопроса, потому что я так и не знаю, честно говоря, что в реальной жизни я бы не задумывался, там обгонял, велосипедисты едут, никто никому там не мешает, но может быть и нельзя, не знаю. А может быть есть разница, где велосипедист едет, по проезжей части или по обочине, например. Нет, ну понятно, что, смотрите, вопрос не в том, что полезли бы вы или нет, вопрос в том, можно или нельзя, потому что в испанских правах там очень часто я бы не полез, но вообще можно. вот Артем, опытный водитель, который знает, как ездить, Tesla подсказывает, что можно. Tesla всегда обгоняет. Слушайте, ну мой вариант ответа, что можно, если они едут по своей обочине, то можно. Я почему-то думаю, что это правильный ответ. Все, почему? Потому что есть правило, что между расстоянием до велосипедиста должно быть не менее полутора метров. Соответственно, если он едет по своей обочине, если это две полосы, то, соответственно, у вас будет возможность обогнать транспорт, не приближаясь к велосипедисту, на расстоянии меньше, чем полутора метров. То есть, ты должен вот эти два правила знать и принимать решение. Поэтому Артем уверенно сказал, что можно, даже не задумываясь. Я просто добавлю, я живу в деревне и у меня здесь много тракторов, всяких комбайнов, велосипедистов и туристическая зона, и переход. И поэтому я всегда маневрирую там. Немцы, французы на великах, тут трактора ездят. Я уже знаю, как объезжать по этим сельским дорогам. По полям. Да, по полям. Поброс. Так что посылаем Дмитрию удачи с дачи практики. Вот. Ну да, Дарья, пожалуйста, вижу. У меня вопрос. Поскольку у меня права уже ЕС, то есть я их уже российские поменяла и менять я буду просто менять на испанский, сдавать я здесь, к счастью, не буду. Есть ли где-то испанские просто правила, желательно, конечно, на русском языке, ну или на английском, которые можно почитать, потому что у меня есть иногда вопросы, а что здесь делать, я просто действую по принципу уступи дорогу, проще будет, вот, и как-то пока не попадаю вот за свой стаж уже там сколько лет, 12 или сколько, ни разу ни в одно ДТП, просто, хотя по Москве 6 лет водила, каждый день вот по 60 километров по Москве, не попадала, потому что так уступи дорогу и будет хорошо, и вот в общем всем уступи и все будет нормально, держись там подальше, и дистанцию секунд по 15, вот, чтобы подальше сидеть, вот, но есть вопросы к каким-то отдельным, отдельно какие-то знаки иногда бывают, вызывают вопросы, они могут выглядеть не так, то есть, или какие-то вот нюансы, то есть, может быть, есть правило почитать просто, почитать, чтобы не нарушить случайно. Слушайте, ну вот книжка, про которую я говорил, она на русском языке, и она все подробно рассказывает, вот, но я свою книжку, книжку подарил уже, вот, надо искать того человека, кто сможет поделиться с вами такой вот книжкой, ну и все, и тогда вы ее сможете почитать. Опять же, вы можете просто в интернете, если появляется какой-то конкретный вопрос, он, ответ на него там есть точно в гугле, и, соответственно, можно, вы и так знаете испанский, и все, и найдете ответ, и тогда нет большой сложности. Я подозреваю, что в Тарвьехе ездить все-таки проще, чем по Валенсии. Мне кажется, по Валенсии это самое сложное, там столько разметки, там такие, такие сложные участки есть, что просто нереально. Но это все, что я вот могу по этому поводу сказать, как бы, других учебников на русском языке я не знаю. Данил, да, я вижу вашу руку. Скажите, опять вопрос к тем, кто находится в Испании, как у вас развит транспорт, да, если уж касательно машин, вообще, стоит ли пересаживаться на машину? Когда я был в Барселоне, там как будто активно борются с автомобилистами, и все вынуждены ездить на двухколесном транспорте, нежели на автомобилях. Ну, и в конце концов, там очень хорошо была развита именно вот система автобуса, метро, по-моему, даже троллейбусы есть. Вот. Как обстоят дела вот в Валенсии и в других городах? Кто хочет ответить? Я ездила много по каким-то городам, и я и в Валенсии была много раз, и в Аликанте, и здесь. Торевеха сложная для автомобиля, потому что здесь мало светофоров, и очень много, здесь в основном односторонки, и очень много вот этих вот движений без остановки запрещено, и все запарковано до упора, до самого перекрестка. Иногда и на перекрестке ставят машины, и получается, что скорость передвижения довольно низкая, неудобно, но когда привык, уже более-менее понимаешь, по каким маршрутам ехать, где у тебя будет главное. Тем не менее, несмотря на то, что главное, надо смотреть в каждый перекресток, потому что есть те, которые не видят знаки и едут, как им нравится. Вот. По поводу общественного транспорта я очень давно пользовалась общественным транспортом, уже давно не пользуюсь. Вот. В Аликанте платная парковка, и это ужасно, она оплачивается монетками, то есть там нельзя, как в той же Эстонии, заплатить через приложение или как-то, ты должен иметь вот эти коины, их надо как-то снять в каком-то банкомате, потом обменять в каком-то магазине, купить что-нибудь, чтобы у тебя появились монетки, и только тогда ты можешь, и если у тебя подходит время, вот, допустим, там больше, чем на час, допустим, нельзя встать. И я ездила туда в экстранхирию, естественно, ты больше часа, ты должен объяснить по-испански вот этим вот полицейским, что тебе нужно сходить, продлить парковку автомобилю, то есть это все очень неудобно, а там ходят вот эти вот дядечки, которые выписывают штрафы, и, в общем, тоже. Я с одним договорилась, что он меня не будет штрафовать, пока я сбегаю до банкомата, я обменяю коины, вот эти вот монетки, но это, конечно, вот очень неудобная система, то есть там надо как-то смотреть, парковка тяжело, не в плане найти место, хотя и тоже тяжело, но в плане просто вот организации оплаты этой самой парковки. Из лайфхаков можно вставать на подземных парковках торговых центров или там в Меркадоне, и если вы сделали чек там больше, чем на 20 евро, то она бесплатная получается. Ну, или там за нее сколько-то надо заплатить, но я пока не платила. Мне повезло, я была с друзьями, они что-то купили и мне пробили эту штучку. Вот. Там хорошо организовано. Маленькие города вообще без проблем. Деревни, едешь кому Кьерос, вообще всем все равно, как ты едешь, хоть попой, по встречке, там вообще все равно. То есть, как бы они разворачиваются в любую сторону, и это абсолютно... Это мы похож на Артема видели. Я жила на ферме, состоящей из двух домов, под Альбасетой, в 25 километрах, есть еще деревенька Баласота, и она очень известна своим диалектом интересным. И вот между Альбасетой и Баласотой, вот там 5 километров от Баласоты, вот эта вот ферма стоит. И мы ездили в магазинчик, вот в эту вот деревеньку Баласот, она совсем маленькая, там совсем местные люди, их испанский непонятен, даже тем, кто живет в Альбасете. И вот я как-то спрашиваю, спрашиваю хозяина фермы, а как вот тут проехать? Он такой, Куму Кьера, езжай как хочешь, какая тебя... Кто тебя тут вообще поймает? Ты чего? То есть вот если ты уезжаешь из крупного города, уже всем все равно вообще, как ты там едешь. Вот я про Валенсию скажу. В Валенсии общественный транспорт развивает очень хорошо, там метро, автобусы, удобные стыковки. В целом город очень компактный, и если уж прям совсем нужно, то можно и пешком дойти. Да, может быть, это для кого-то расстояние 5-7 километров, но это вот, наверное, самые большие расстояния. На самом деле все гораздо ближе, и очень, еще раз скажу, очень уютный и продуманный город. То, что касается автомобиля, дороги там тоже отличные, но проблема с парковкой, это просто беда. То есть надо, если ты не хочешь тратить время, нужно сразу ехать на платную парковку. Платные парковки достаточно дорогие, то есть если ты уйдешь там на достаточно продолжительное время, то там, не знаю, у меня рекорд был, по-моему, 22 евро я заплатил. Да, серьезно. Ну да, я почти весь день там был что-то с 9 утра там до 3, до 4, но все равно, это как бы сумма за то, что машина просто постояла. Зато это ближайшая парковка была, и деваться некуда. А так спокойно все уходит, там, 3 евро, 5 евро, это просто мелочи жизни. Но тоже скажу, что в Валенсии парковки очень автоматизированы. Пожалуй, это самое инновационное направление вообще в Валенсии, которое я там видел. причем они по-разному автоматизированы. Например, в одну я пришел, там говорят, веди, пожалуйста, ну, я пришел за машиной уже, мне говорят, веди, пожалуйста, номер автомобиля. Я ввожу, и он находит мой автомобиль на парковке, и показывает, типа, этот, ну, то есть, это очень круто, по номеру, он камеру сразу, как это, включает ту камеру, которая стоит возле моего автомобиля, чтобы я случайно номером не ошибся. Мало ли, как он там считался. И я такой говорю, да, этот, он такой, да, все отлично. И про считывание номера, это как бы вообще речь не идет, это понятно, ты подъезжаешь потом к Шлагбауму, номер считал, открыл, и все, и здорово. Вот, но зато я там же, в Валенсии, встречал жутко не автоматизированную парковку, где меня какой-то дедовый, встречает, показывает, вот сюда вот, вставай, я такой встал, потом я туда прихожу, например, через два часа, он такой говорит, а, ты вот за этой машиной, да, я такой, да, он такой, что-то у себя в тетрадке посмотрел, типа, во сколько я приехал, потом давай там считать, что-то там, считал, считал, я такой смотрю, он цифру 30 нажал, я такой, нифига себе, думаю, 30 евро, что ли, да, это же вообще невозможно, он поделил, перемножил, отнял там проценты, все, 8 евро получилось, я такой, слава богу, вот, что это было, вообще не знаю, но, вот, сэкономили на автоматизации, поэтому, смотрите, вот, завтра, например, я еду в Валенсию, сейчас мои куранты пробьют, так вот, я завтра еду в Валенсию, я каждый раз смотрю и думаю, как мне проще, проще доехать на автобусе, автобус комфортабельный, полчаса едет, либо мне поехать на автомобиле, но я потрачу время на парковку, а потом еще потрачу время, чтобы дойти от парковки до того места, и по факту получается примерно одно и то же время, но на автобусе я могу еще заниматься своими делами, мне не надо следить за дорогой, я не трачу топлива и так далее, поэтому, оп, я выбираю общественный транспорт. А вот общественный транспорт можно, например, отследить там в каком-то приложении, то есть цифровализовано ли это, или, ну знаете, на примере там каких-нибудь Яндекс.Карт, то есть там есть Яндекс.Транспорт, где ты можешь наблюдать за автобусом, или нужно прямо на остановке смотреть расписание автобуса, или как вообще это происходит? Можно зайти на сайт автобусной компании, выбрать маршрут, увидеть, в какое время он собирает, в какое время он приедет к нужной остановке, они плюс-минус точно приезжают, там плюс-минус 5 минут, и все, отслеживать его нет, такого здесь нет. Это вот именно городские, или такие межгородние, вы имеете в виду? Ну это междугородние, то есть из порта Сагунта до Валенсии, тут ходит специальный автобус, и он по расписанию ходит. Причем расписание периодически меняется, они на сайт выкладывают новые расписания. Добавлю, что вот в самой Валенсии, я был как минимум на одной остановке, и там можно было отсканировать штрих-код, и там прямо показывалось, через сколько минут на этой остановке будет автобус. То есть я думаю, внутри города где-то там это можно делать. Но... На некоторых остановках даже есть время, что осталось, например, 3 минуты, до такого автобуса. Мы Google Maps пользуемся простым, там есть маршруты и время, ну как бы, время, когда приезжает этот автобус, или метро, и там комбинации разные, то есть ты выбираешь, как ты поедешь. Ну, есть эта информация, короче, даже в Google Maps. Ольга, что-то хотели сказать? Я хотела спросить про парковки опять-таки. Я просто... Удивительную историю вы рассказываете, что в рамках одного города вот так вот парковки. А они же муниципальные, городские парковки, или там все-таки есть практика частных парковок? Ну, я думаю, что это частные парковки все-таки. Частные, да? Муниципальных. Я, честно, даже не знаю, где такие муниципальные парковки. Есть, скажем так, места, где можно бесплатно парковаться. Они выделены белой разметкой. Но... Ну да, это, наверное, муниципальные парковки. А, я понял, о чем вы говорите. То есть есть разметки, места для парковки, да, они выделены, и, соответственно, ты понимаешь, если белая, это бесплатная, если зеленая, то это платная, а если это желтая, то там запрещено парковаться, а если оранжевая, то это бесплатно для жителей и бесплатно в выходные. Вот. Но они, как правило, все заставлены. А, еще синие, кстати, бывает. Синие тоже платные. Синий или зеленый, извините. Вот. Поэтому проще всего ехать сразу куда-то на подземную парковку, не в торговом комплексе, потому что в центре Валенсии там мало торговых комплексов. А просто подземная парковка, она большая, их, как правило, строят прямо под дорогой. То есть они могут быть даже двухуровневые, и там много места, и ты можешь быстро запарковаться и идти по своим делам. Понятно, спасибо. Я еще хотела сказать, что вот два раза я оставляла автомобиль под вот этим научным центром, там, где находится океанографика, потому что у меня собака, я не могла, естественно, на улице поставить машину, мне надо было поставить там собаку внутри. Там, по-моему, сутки стоит что-то типа 7 евро. То есть это действительно недорого. Вот, но там они закрываются, они говорят, что они закрываются в полночь, а реально, я помню, пришла в 11.30, ворота уже закрыты, и я чудом нашла какую-то дядечку, который мне открыл. Но самое смешное, что я должна была что-то заплатить, вот эти вот 7 евро, я там должна была заплатить, потому что у меня долго стояла машина, много часов. Но он, видимо, уже все отключил, или я даже не знаю, потому что он меня со своего пропуска выпустил просто, я выехала. Я там была уже фактически одна. Но мы пришли раньше, чем они обещали закрыть эти ворота там, ну, получается. Ну, это Испания. Они могли вообще в 10 закрыться и вообще не думать об этом. Я хочу добавить в город наук, вот с этой парковкой, да, там 8 или 12 евро стоит она, но если ты покупаешь билет, вот на, ну, вот эти не аттракционы, там, музеи, тогда идет парковка по этой сниженной цене. И цены, если не покупаешь билет, там парковка дорогая, там за целый день сняли бы, по-моему, максимально 30 или 40 евро. Очень дорого будет. Невыгодно. Выгоднее купить билет и пойти посмотреть, и целый день оставить машину, и потом забрать за эти 8 евро. То же самое. Или вообще ничего не смотреть и 40 евро заплатить. Вот так. Да, я поняла. Ну, у нас был билет, да. Потому что мы, собственно, ездили из Виены в Валенсию. День рождения ребенка. Мы как раз вот ездили туда, смотреть рыбок. Ну, я там была уже третий или четвертый раз. Четвертый. Ну, там можно и пятый, шестой, десятый сходить. Там очень круто. Да, это вот еще один плюс, кстати, Валенсии. Я мечтаю работать где-нибудь там, если у меня получится. Но мне нужно перестать бояться и написать хорошее резюме. Хотя, может быть, оно у меня уже хорошее. Я зоолог по образованию, мне туда, сам Бог велел. И таксидермист. То есть, это музей, это зоопарки. У меня два образования профессиональных. Зоопарки и таксидермии. Это музей и зоопарки. То есть, я могу там вот... Везде мне главное как-то найти с ними контакт, вот, чтобы они меня взяли. Ну, я не знаю... Смотрите, то дело даже не в резюме. Я считаю, что нужно просто туда идти и просто с ними разговаривать. Если вы им просто понравитесь, тогда уже дойдет дело до резюме, придете домой, за один вечер резюме составите, отправите, и все будет хорошо. А если вот так вот сидеть и заранее переживать, что надо составить резюме, нет, надо туда ногами идти, и тогда все получится. А я с ними уже разговаривала, они сказали, а вы нам пришлите вот резюме. Наверное, надо было... Перестать бояться животных и идти на работу. С ребенком просто жили буквально в машине на пляже, поэтому я была не очень в адекватном состоянии что-то делать. Ну, это насчет поиска, кстати, жилья. То есть, как бы сотни-сотни запросов я ссылала на идеалисту по всей Испании. У меня был один ответ. И потом через Фейсбук я нашла студию, в которой я сейчас нахожусь. Она 20 квадратов, она безумно тесная. И мы здесь с ребенком друг у друга на голове. То есть, это микроквартира. 20 – это вместе с санузлом и со всеми шкафами, которые здесь стоят, с кухней и со всем-всем-всем. То есть, здесь очень тяжело найти жилье, реально. Но вот, насколько я сейчас поняла, вот если обращаться в агентство, кстати, тоже по поиску жилья, я ходила вчера в Аллегрию, очень известная эта компания здесь, они берут пять платежей и нормальный договор. То есть, они два платежа и три депозита берут. И не будет каких-то подводных камней, потому что вот где я сейчас, большие подводные камни, с меня пытались брать налог на недвижимость, страховые платежи, еще что-то. Хорошо, что есть информация в интернете и полезные чаты, где сидят люди, которые помогают и говорят, так, вы пошлите их нафиг. Они мне письма, хозяева письма с угрозами писали, что если я им наличкой не буду платить коммунальные, то они мне, значит, там, что они мой долг коллекторам продадут. Я говорю, ребята, хватит. У нас в договоре написано, вот номер счета, вы мне присылаете платежки, я вам плачу, не надо меня пугать. Ну, как бы, зачем вы это делаете, это незаконно. Они как-то пока подуспокоились, но я подозреваю, что, допустим, вот такие люди точно не вернут залог, они найдут пыль на шкафу. То есть, здесь есть в этом плане нюансы. И еще один нюанс. У меня есть друг в Альбасете, он работает в институте, он биолог. Вот. И я, когда искала квартиру, я нашла квартиру 80 километров над Альбасетой. Так получилось, что у Томаса был друг, друг которого жил в квартире, хозяина которого я нашла, и поскольку они по цепочке друг друга знают, и Томас знает меня, то поэтому он им позвонил и сказал, что я адекватный человек. И меня готовы были поселить, но они там что-то еще две недели думали, а у меня уже ребенка в школу отдавать, и мы живем на пляже, поэтому я здесь поселилась. Там было бы получше условия, конечно. Но вот, то есть, в Тревьехе это был не мой выбор. Я искала в Альбасете, честно, я люблю в Альбасете. Ну, я там уже пожила. То есть, с квартирами здесь реально сложно, и вот этот вот вариант, что вы приедете и такие, опа, и снимете, нет. Есть такой вариант, есть. Но в другом городе, вот я расскажу, что в нашем городе Сагунта я создал городское сообщество, и вот там местные жители как раз и пишут, сдается такая-то квартира, или сниму такую-то квартиру, и вот буквально сегодня вам писали, что сдается трехкомнатная квартира, 750 евро в месяц. В целом адекватная цена. Вот. И я знаю случаи, когда люди из России договаривались сюда, приезжали, снимали, и это все работает. Не потому, что в Сагунта тут квартир очень много, но просто всегда что-то дается, что-то снимается, и вот как раз в таких вот закрытых, ну не то, чтобы это закрытый паблик, но ограниченных ресурсах можно находить такую информацию. И, собственно, мы сами, когда сюда приехали, мы еще из России нашли квартиру, и когда мы сюда приехали, да, мы в первый же день нам дали ключи, и мы там год прожили. Поэтому это все равно возможно. Хотя, как правило, нужно двигаться очень быстро. Особенно в той же Валенсии, я про Валенсию. Если появляется хорошая квартира, то ее очень быстро забирают. Не будет такого, что у вас будет кто-то месяц ждать, или там еще дольше. Вот. Либо с квартирой есть какая-то проблема, ее не могут сдать, ну, либо еще какая-то сложность. Поэтому, как вариант, я тоже, извините, последнее буквально три слова. Часто берут, снимают жилье через Airbnb, и после этого начинают уже искать квартиру в аренду на месте, чтобы можно было быстро добежать. Ну, у всех это по-разному бывает. Кто-то за неделю находит, кто-то за месяц. Но все находят. Да, Олька? Да, я хотела спросить, а можно будет к вам обратиться, ну, поскольку в этом паблике, я так понимаю, вы постоянно вращаетесь, перед переездом узнать, что вообще жилье, может быть, что-то на тот момент уже будет. Просто мы в марте хотим, чтобы двое наших членов команды поехали, двое ребят. Вот. И, конечно, было бы идеально, если бы как-то совместными усилиями там можно было бы решить еще здесь, до момента их прилета туда. Ну, смотрите, мне абсолютно не жалко. Если вы планируете хотя бы на время поселиться в Сагунта, я могу сейчас кинуть ссылку на группу. Вот. Я не хочу, чтобы в эту группу вступали те, кто не собирается жить в Сагунта. Это будет просто всем неинтересно. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Да, конечно, я прекрасно понимаю все это. Да, я ссылочку кинул в чат, вы можете вступить, вы можете там сами увидеть, что есть объявление. Соответственно, может быть, вы договоритесь, например, приедете через месяц и точно подпишите договор на долгий срок. Может, вы договоритесь, что вы рублями переведете, вот, и квартира уже никуда не денется. То есть, вариантов много, надо просто разговаривать. А рублями еще возможно перевести? Это зависит же конкретно. Смотрите, рублями, как это, с рублевого счета на рублевый счет возможно, если собственник согласен на это. А через крипту есть практика переводов? Ну, как правило, квартиры, за аренду квартир так не оплачивают. Не оплачивают. Владельцы квартир не столь прогрессивны. Но, опять же, как договоритесь? Поняла вас. Спасибо большое за ссылку и, в принципе, за консультацию. Да, пожалуйста. Друзья, смотрите, у нас уже в Испании 15 минут 10-го, и я не скажу, что это уже позднее время, но все-таки у меня маленький сын, и его нужно будет идти укладывать. Поэтому, мне кажется, мы хорошо сидим. Вот, скажите, как мы можем еще продолжить, либо можем нашу первую встречу завершить, подкопить вопросы, и потом, спустя какое-то время, через, например, недели через 3 еще раз встретиться и пообщаться. Я думаю, что все-таки второй вариант, наверное, будет предпочтительней, судя по тому, что кто-то уже отключился, соответственно, тем самым выразил свою позицию. Да, я вот вижу, что вы уже... Мы еще не отключились, но нам надо бежать в магазин, он через 15 минут закроется. Да, я все прекрасно понимаю. Давайте тогда я зову встречу. Спасибо всем, кто подключился. Вначале казалось, что встреча получилась немногочисленной, но я всегда знаю, что вначале, может быть, возникают какие-то сложности в общении, но зато потом беседы проходят легко, непринужденно, масса полезной информации, и мне кажется, что и в этот раз было все то же самое. Я рад, что на первую онлайн-встречу участников стартап-сообщества смогли подключиться люди, в том числе, из России. Хочу отдельно поблагодарить Дарью за ответы на многие вопросы. Это всегда интересно, как живут люди, в том числе, и в Таравьехе. Поэтому до новых встреч. Давайте будем регулярно встречаться. Я обязательно напишу анонс о новой встрече. И, кстати, последнее, тоже это важно. Важно. 29 числа, уже через 6 дней, состоится форум в городе Сагунта, который я организовываю. Это форум посвящен стартапам, которые выбирают малые города Испании для своей жизни и развития. И после форума состоится встреча оффлайн, состоится оффлайн-встреча участников нашего сообщества. Поэтому, у кого есть возможность, приходите. Вот я знаю, Артем будет. Я тоже обязательно буду, у меня два доклада. Я бы с удовольствием к вам присоединилась, но, к сожалению, придумывайте форматы онлайн-встреч все-таки. Они будут и оффлайн, и онлайн. Я рад. Это была первая идея провести такую встречу, чтобы встречаться могли не только те, кто живет в Валенсии, но и во всех городах. Надеюсь, что следующая встреча будет еще более многочисленной. Я думаю, что сложность была в том, что мы анонс сделали достаточно поздно, и, соответственно, не все смогли подключиться. Сделаем выводы, все будет еще лучше. Самое главное, давайте встречаться в Испании. Испания – это классная страна. До новых встреч. Пока. Спасибо вам, Борис. Давайте встречаться. Спасибо. Всего доброго. Большое спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok